Ой, что-то отключилось. Это очень важно. Самая главная запись теперь. Да, это можно забыть, и тогда всё придётся заново. Я вас понимаю. По поводу конкурсов. Да, молодым нужно пробиваться как-то. Но конкурсы тоже сейчас судят люди, которые конъюнктурные, которые зависят. Критики как таковой. Нет. И всё-таки не все звёзды звёзды. И те, кто побеждают, не все достойны даже этих званий. Но я вам хочу сказать про конкурсы. Это тоже одно из клише сегодняшнего времени. Что всё ужасно. Да, всё ужасно, я согласен. Я сам сидел в жюри конкурсов, причём довольно знаменитых, вроде вердевских голосов. Я сам наблюдал, как итальянцы тянут итальянцев. Я сам наблюдал, как в Марселе, в оперном театре, это тоже один из самых известных конкурсов. Французы тянут французов. И идёт просто битва такая. Это понятно, это, естественно, и всегда конкурсы. Вспомним, что Мария Калас приехала на конкурс Чайковского и уехала. Она не досидела до конца, потому что она не могла, я думаю, просто участвовать в этом дележе. Понимаете? Ей-то было, в общем, абсолютно наплевать на это. Конкурсы – это, конечно, такая вот история, тоже очень специфическая. Она такая спортивная. Она убивает художественность. И мы знаем массу примеров, когда действительно большие художники, нарождавшиеся, просто погибли от того, что конкурс сломал их. Но всё равно это один из способов сегодня репрезентации артиста. И я думаю, что в любом случае это очень хороший опыт, потому что тот, кто хочет стать звездой, он должен испытывать себя и в таких спортивных условиях. Потому что сегодня выносливость артиста – это, простите, раньше артист. Не знаю, Калас ехала две недели на пароходе в Америку и за это время могла что-то подучить, что-то попеть, какие-то гаммы, отдохнуть. А сегодня артист – как заведённая лошадка. Поэтому вопрос ещё в том, вы хотите впрыгнуть в это колесо, а колесо будет бежать, стоит только выскочить на 15 минут, заболеть. Опять же, много примеров, и всё. И ты вернулся после какой-нибудь операции, несчастный, а твоё место уже занято. И так было, так было в МЭД с Володей Черновым, который пока болел, его место занял Дмитрий Хворостовский. И когда он до болезни, он был главным Вердиевским баритоном. Хворостовский, правда, не стал главным Вердиевским баритоном, но когда он вернулся, он просто, эта ниша была уже занята. Поэтому сегодня этот мир очень непростой, очень тяжёлый. И поэтому молодым артистам, которые только калькулируют, им должно быть понятно, что для того, чтобы гонораров добиться, нужно пахать. И дело не в том смысле, как их учили в консерватории, репетировать, 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 а в том, что вот как раз пахать не на творчество. Сегодня умирают огромное количество таких плацдармов, которые помогали музыкантам. Например, мы что сегодня видим? В странах типа Швейцарии меньше, а в России, да, это очень сильно. Умирает камерная музыка, и которая могла в своё время помочь в том числе и молодым артистам. Ведь ничего, ничто так не помогает инструменталистам научиться, что называется, играть, как вот это сидение в квартете, условно говоря. Умирает совершенно жанр камерной вокальной музыки. Он абсолютно перестал быть интересным. И сегодня об этом свидетельствует то, что когда даже Нетребко сейчас в Мариинском театре делала камерный вечер, то они там пели, плясали, пели наливку. То есть это уже не может быть жанром глубокого погружения в камерную музыку. Это, опять же, некий кафе Шантан, и только он интересен. Вот это обидно. И поэтому, не знаю, что сделать, но надо, конечно, как-то направлять молодых артистов, тем, кто работает с ними, тем, кто занимается с ними, вот направлять то, что... Потому что всё-таки без камерной музыки ни один жанр не выживет. И уже невозможно слушать галоконцерты с оперными ариями, увертюрами. Этот жанр вообще как-то нужно, я не знаю, проклясть вообще все директоры филармонии и должны какой-то подписать пакт о запрете этого жанра. Он самый губительный на сегодняшний день. Для молодых музыкантов всегда было непростое время. Пробиваться тяжело. И как показывает история, и судьба того же, не знаю, Мацуева или Анны Нетребко, самое страшное испытание в жизни – это испытание медными трубами. Вот это испытание не проходит почти никто. И мне в своей жизни пришлось общаться с большим количеством очень знаменитых певцов, у которых были и колоссальные гонорары, и сумасшедшие контракты. Мало того, я могу назвать многих из них своими друзьями. Джесси Норман нет, но я с ней общался. А, например, Вальтера Аутмайер, мы очень были дружны, сейчас уже меньше. Но я организовал несколько ее концертов, например, и, в общем, это была и остается не другой настоящей вагнерской Примадонны. И хотя она уже, как бы это тоже отношение к делу, я все время привожу ее в пример. Когда исполнилось 60 лет, она отказалась от исполнения своих коронных партий из Ольды или Кундри, или Зиглинды. Хотя, хорошо или плохо, если бы она хотела, она бы продолжала это продавать, что называется, оперным домам, и они бы это покупали. Но у людей есть совесть. Они говорят, она говорит, ну, я не могу уже больше обманывать свою путь. Понимаете? Поэтому она сейчас поет там Клитэмнестру и Радиаду. Ну, то есть, все-таки есть и другие примеры, когда и большие гонорары, и высокое положение на музыкальном Олимпе не мешало людям оставаться людьми. И я думаю, что вот надо ориентироваться на таких артистов все равно. Потому что, ну, если ориентироваться на тех, кто поклоняется золотому тельцу, это, это, я понимаю, что мы живем во время, все хотят много денег иметь, все хотят, не знаю, путешествовать, все хотят покупать недвижимость, автомобили и так далее. Но мне же, кажется, как раз, как человеку по эту сторону рампы, мне кажется, что у артиста есть еще какое-то, какое-то высшее удовольствие, да, которое стоит где-то выше, чем покупка спортивного автомобиля Феррари или какого-нибудь шикарного пентхауза на Лазурном берегу, да. У артиста-то есть какая-то высшая и нам, зрителям, слушателям, недоступная ступенька в их сознании, да, когда люди понимают, что они достигли какого-то следующего музыкального уровня, и для них открывается музыка совершенно иначе, и они могут этим поделиться и сделать счастливыми миллионы людей. Мне кажется, что это тоже нельзя списывать со счетом. А скажите, пожалуйста, Вадим, вот как публике разобраться в нынешней ситуации, вот в такой, и отличить вот класс от вот этого гала-формата, вот как? Понимаете, самое главное, что встает вопрос, хотят люди этого делать или нет, да. потому что, как вы понимаете, если у человека, ну, голова, если у человека какие-то способности к размышлению, вообще к анализу, то рано или поздно эти люди приходят все равно к тому, что не может быть все хорошо. Ну, многим не нравится моя позиция, и все меня ругают за то, что у меня все плохо, но вот мне кажется, что все хорошо, это тоже такая же неправильная позиция. Я вам скажу, что я, у меня есть большой такой пул, если можно так сказать, людей, которым я читаю лекцию, лекции, с которыми я езжу на премьеры в мировые театры и на зарубежные фестивали, с которыми сейчас в пандемию мы даже придумали свою новую форму. Мы выезжаем по России куда-нибудь в интересное место, куда бы мы до сих пор не доехали, в одиночку все. Там находим красивый отель какой-нибудь, и днем мы наслаждаемся, не знаю, природой, достопримечательностями, а вечером я им показываю какую-то там видеопрограмму, объясняю и так далее. Дело даже не в том, что. Дело в том, кто. Это все умные, интеллигентные люди, которые в силу каких-то причин может быть упустили в первой половине своей жизни, условно говоря, что-то связанное с музыкой. Ведь, понимаете, я всегда говорю, как приучить человека ходить в консерваторию. Ребенок видит, как его родители ходят, и он тоже начинает ходить. Почему там у всех моих венских друзей дети тоже покупают, уже выросли, и уже сами взрослые, и они покупают тоже абонементы в Мюзик Феррайн, или в Оперу, и тоже ходят. Почему? Потому что они видели, что иначе не бывает, что для их родителей это составная часть жизни, и для друзей родителей. А в России, конечно, классическая музыка, опера долгие годы была очень потерянным, на мой взгляд. Мало того, я это вижу сейчас, вот, например, в Клабхаусе очень приходит много людей поговорить о музыке. Большая, например, тусовка художественная, то есть это люди, у которых галереи, они занимаются современным искусством, а их знание о музыке начинается и заканчивается новогодним щелкунчиком, понимаете? Вот это страшно для меня в России, больше всего вот в нашей аудитории, что люди вспоминают про классическую музыку, про театр, музыкальный, как прикладной какой-то инструмент, вот, ну вот подруга ко мне приехала из Израиля, надо было ее сводить, такие доводы приводят, понимаете? А я говорю, это не не те, которые укладывают плитку на улицах, люди, да, это люди, которые, не знаю, рассуждают о том, хорошо или плохо творчество Херста, не знаю, да, ну что угодно, то есть согласитесь, это какой-то все-таки пласт людей, которые, ну просто должны были развиваться гармонично, а они не развиваются. И вот мои вот эти все друзья, меломаны, у меня есть даже хэштег, я его придумал и снабжаю им все публикации о наших поездках, я называю их лучшие на свете меломаны. Это люди, которые в какой-то момент задумались о том, что им этого не хватает в какой-то период жизни, там, 40-45 лет, да, и вы знаете, это очень интересный эффект, я с большим удовольствием с ними общаюсь и езжу, потому что все совершенно иначе, не так, как у людей, которые начинали в детстве, например, на них не работает, например, механизм, который мне все время бросает в лицо консерваторы. Знакомство с оперой надо начинать вот с классических постановок, с кринолинов, кокошников и так далее. Нет, эти люди уже не готовы воспринимать оперу как некий музейный объект, понимаете, они как раз с большим удовольствием ездят на что-то такое. Оперу надо начинать воспринимать стравиаты и, не знаю, Евгения Онегина и ничего подобного. Многие из них начинают с Лулу и Воцека и любят оперу после этого, понимаете, то есть весь вопрос в том, хотят люди что-то проанализировать, что-то понять, тогда они, естественно, ищут, самостоятельно ли, с помощью экспертов, которым они доверяют, с помощью каких-то лекций, которые выкладываются или с помощью Википедии, ну, у каждого как бы свой путь. Я могу одно сказать, что самое неприятное мне сегодняшней аудитории это вот то, что я уже говорил, это люди, которые пять лет назад пришли и почему-то решили, что они могут быть экспертами. Я не могу, естественно, запретить им высказывать свои точки зрения. Я только не понимаю, если честно, вот я занимаюсь, так сказать, экспертизой в области искусства с 92-го года, и я до сих пор иногда задумываюсь над вопросом, что называется, имею ли я право. А эти люди, ничтоже сумняшися, кидаются доказывать, что, не знаю, что нетрепка сегодня в великой форме, что Курензис это великий просветитель, человек, ради которого, которому надо дать полный карт-бланш, потому что благодаря ему в оперу или в классическую музыку придет огромное количество людей. Я всегда начинаю с ними спорить и понимаю, что люди сами не очень хорошо понимают то, что происходит. Потому что что такое просветитель, скажем, да? Просветитель это музыкант, который к нему пришли лак какая-то новая публика, она послушала концерт, и она вышла после этого, и что она делает, на мой взгляд, просвещенная публика? Она ищет другие интерпретации этого произведения, тем более сегодня «Открой YouTube», что называется, или интернет, или она начинает искать нечто, если это была, не знаю, четвертая симфония Малера, то она начинает слушать третью или пятую. Вот это просветительство. Когда на концерт знаменитого артиста приходят люди, потому что им просто важно быть в этот момент, в этой точке, потому что это будет правильная локация для инстаграмного селфи, да? Потому что все твои знакомые здесь, вот, и если ты не здесь, то ты лох, да? Вот исходя из этой позиции, то я не считаю этих музыкантов популяризацией. И я всегда вот своим этим друзьям, меломанам, я им говорю, музыка – это удивительное искусство. Вас может не накрыть, что называется, в зале большом, огромном, значимом, вот в такой тусовке со звездой на сцене, музыка может вас накрыть в маленьком зале на концерте студентов. Это может случиться где угодно, если у тебя есть желание, чтобы твои уши были посвящены музыке, если у тебя есть желание слушать музыку, а не смотреть на платье артиста или там еще на какие-то отличительные признаки имиджа. И, вы знаете, публика в этом смысле очень разная. Конечно, очень много людей, для которых все равно важнее присутствие, для которых важнее мне очень часто пишут. Я не знаю, как она поет, но платья у нее всегда очень красивые, отстаньте от нее. Или мне многие подписчики, такие фанаты, они не подписчики, потому что они случайно приходят и расстраиваются, потому что их кумиров критикуют здесь, и они мне пишут, у вас просто нет души, вы не понимаете посыла. Уникальность ситуации заключается в том, что Калос уничтожали, Караяна уничтожали, Бернстайна уничтожали, Кляйбера уничтожали, Джесси Норманд при слове критик делала такое лицо, Вальтраутмайер говорила не хочу, понимаете, всех критиковали, и вдруг сегодня мы оказались в какой-то глупейшей ситуации, когда нельзя ни про кого сказать, господа, про любого артиста можно сказать хорошо и плохо, и вовсе не потому, что ты ему завидуешь, потому что вы не слышите, что артист сегодня поет фальшиво, а я слышу, для меня это исключает возможность какой-то положительной оценки, потому что моя задача купить билет и прийти на концерт, задача артиста спеть, сыграть чисто, в первую очередь, согласитесь, мы даже не будем говорить про то, что дальше должна быть какая-то художественная надстройка, но если базис не выполнен за те деньги, которые зритель заплатил, то смешно говорить опять же, конечно, и нельзя от этого уйти, что искусство, оно разное, поэтому может быть артист ошибся где-то, но он потом добрал это, не знаю, актерской игрой, это совсем другая история, и понятно, что если у человека случился какой-то коллапс секундный, никто не будет его гнобить за это, но когда ты видишь систематическое, когда артистка поет серию спектаклей, и на каждом спектакле вместо мебемоли она крякает, то, ну, ты задумываешься, и тут опять же есть два подхода, одни говорят, ну и что, она сегодня не в форме, а почему она не в форме, ой, да она же вначале не распетая вышла, а почему она вышла не распетая, ну, простите, я же не в трусах пришел на концерт, да, я все-таки выполнил какой-то набор предварительных действий, которые я обязан выполнить, я надел брюки, как минимум, да, а почему артист позволяет себе выйти на сцену, например, не распетая, как это возможно, почему, почему никому не нравится читать критику, но, как недавно хорошо сказал в одном видеоинтервью Дмитрий Черняков, человек, который взялся за профессию артиста, он должен прекрасно понимать, что от этого он никогда не уйдет, и, кстати, посмотрите, ведь Чернякова огромное количество людей не то, что не любит, а просто яростно ненавидит, он вызывает у них какой-то дикий прилив злобы. Моя теория, что как раз Черняков вызывает в этих людях те чувства, которых они сами пугаются, и именно поэтому он большой мастер сцены, и он может это, и люди пугаются того, что они вдруг начинают испытывать какие-то истинные эмоции. Так вот, я хочу сказать, что Черняков в своей жизни никогда в жизни не опустился до того, чтобы ну хоть кому-то что-то написать. И это правильная позиция артиста, который сегодня, выходя в публичное пространство, должен понимать, что имея каждого зрителя, уже теперь блогера, театроведа, музыковеда, он может нарваться не только на сердечки и розочки в Инстаграме, но и на какое-то критическое мнение. И что же в этом такого? А Вадим, а как вы относитесь к концертам, в котором участвуют маленькие дети? Я вам скажу так, в театре раньше говорили дети и животные на сцене табу. Это была позиция театральных режиссеров многих, табу. То есть это очень жестокий прием, который можно было использовать только в очень исключительном. Сегодня дети это такой же товар, как и все остальное. Я категорически против этого вида искусства. Это ломает судьбы детей многих. Есть такие, конечно, которые выживают. Есть вундеркинды, которые смогли стать звездами и даже смогли стать мировыми звездами, но это единичные случаи. Я думаю, что для большинства детей, для их психики это травмирующий фактор, тем более, когда сегодня это приняло такой абсолютно массовый характер. Я никогда не хожу на концерты, где играет, например, серьезный оркестр, серьезный дирижер, а в качестве солиста используется какая-нибудь девятилетняя, девочка. Я абсолютно отдаю должное ее родителям, которые вложили в это много сил, ее педагогам, ее невероятной усидчивости, но, простите, девятилетний ребенок это всегда девятилетний ребенок, и он может чисто сыграть, но это, простите, для меня все равно искусство обезьянки, дрессированной, потому что я хожу в концертный зал за тем, что музыкант пережил, и в этом смысле, безусловно, для меня сейчас идеальный пример, вот на ум всплывает, например, Григорий Соколов в тот год, когда он потерял свою Инну, это был самый страшный, видимо, год в его жизни, и в тот год я дважды слышал его концертную программу, которая абсолютно была отражением тех несчастей, которые происходили в его судьбе. Это было страшно слушать, и с другой стороны, это было безумно притягательно, потому что это как раз было огромное экзистенциальное переживание, переданное в музыке, и вот за этим мы ходим. Понимаю, что огромное количество людей обожает смотреть на деток, на сцене, нет, я не из их числа. Я разделяю ваше мнение, потому что у меня фестиваль есть, такой формат, вот такие маленькие детки, которые действительно одарённые, тут ничего не скажешь, они хотят, они стремятся, и мы выбираем всегда троих, чтобы они играли то, что хотят, по 20 минут, идея была такая, чтобы они вместе собрались из разных стран, познакомились, что-то сыграли, познакомились с местом, куда приехали, и для них это осталось вот таким вот впечатлением, а потом мы немножечко так следим за ними, если кому-то нужно помочь там в стипендии или в коннекшн каком-то, есть родители очень бедные, которые не могут чего-то себе позволить, вот если им нужна помощь, мы как-то поддерживаем, а вот в смысле именно промоут... Вы сказали очень ключевое слово, чтобы у них осталось впечатление, это для них, понимаете? Да. А не для того, чтобы публика умилялась, понимаете? Это самое важное, это да, это для них в их жизни какое-то событие, и я думаю, что когда они вот понимают, что ли, ну, они понимают прекрасную ответственность, и они... Но когда это без стресса, вот я против категорически стресса, который связан, естественно, с выступлением маленьких детей на больших сценах, с большими оркестрами и тому подобное, или там с показом телевизионным на всю страну, это, мне кажется, плохо сказывается на психике любого человека. Как вы использовали время в изоляции? Вот что-нибудь открыли новое для себя, или какие-то проекты у вас возникли, или, может быть, другие какие-то таланты открылись? Вот что у вас было новенького за этот год? Вы знаете, у меня за этот год был огромный объем работы и информации, потому что все же ушло в интернет, и если раньше у меня была какая-нибудь одна лекция в месяц, то мы их проводили в доме-музее Цветаевой, например, в Москве, в Борисоглебском переулке, то теперь у меня за этот год случилось вообще огромное количество, я каждую неделю выходил в Zoom, потому что собиралась публика, и мы, пока не было событий, мы погружались, например, до сих пор большим интересом, большой интерес вызывает у людей, например, творчество Вагнера, и мы шли просто по, ну, связывали это, конечно, с трансляциями какими-то, и поэтому я людей все время как бы готовлю, и вот этот год я подготовил их к большому количеству произведений, и мне очень приятно, потому что люди мне потом говорят, что, конечно, после такой лекции совершенно иначе смотришь, ну, тем более, знаете, все-таки там «Кольцо Нибелунга» высидит, от начала до конца четыре произведения, довольно непросто. В общем, короче говоря, у меня был такой огромный объем работы, что вот я сейчас даже взмолился перед своим клубом и сказал, давайте, поскольку уже сейчас, очевидно, есть живая музыка, и у всех есть уже много дел, потому что, конечно, люди сидели, люди боялись выходить, и очень многие меня использовали тоже как энтертейнмент, да, я вот по четвергам там читал им лекции, и как бы это уже было для них масти. В какой-то момент мы начали нумеровать, а до этого еще было, ну, то есть, наверное, 50, 50 это каждую неделю, да, год. Я уже смотрелся, говорю, слушайте, я уже тоже, у меня уже какие-то театры, мне уже этот четверг нужно, отдайте мне этот четверг, давайте хотя бы месяц отдохну я от вас, а вы от меня. Поэтому у меня был какой-то колоссальный объем информации, кроме того, я действительно посмотрел, ну, какое-то тоже большое количество видео, которые я рецензировал, я бы, конечно, живьем такое количество спектаклей не объездил, поэтому я даже благодарен пандемии, потому что когда этот сезон, например, планы на этот сезон выкладывали театры, я понимал, что вот на это я смогу поехать, на это не смогу, ну, есть просто еще какая-то финансовая составляющая, не могу беспрерывно колесить по Европе, а тут, знаете, театры стали без зрителей тоже выкладывать, мне понравилось это, и я очень доволен, потому что, ну, физически мы не могли бы охватить такой объем материала без пандемии, без трансляций, а если бы это все выпускалось, то трансляций было бы намного меньше, конечно. Поэтому я за этот год вообще перелопатил большое количество и литературы, готовясь к разным лекциям, я думаю, что самое главное открытие этого времени то, что никогда не поздно учиться, люди за этот год поняли прекрасно, что учиться можно в любом возрасте, и самым большим популярностью в Ютьюбе пользуются блоги, в которых сделай как я, да, это вот явление пандемическое, когда люди кинулись, не знаю, плести кружева, вязать крючком, ну, изучать оперу или театр, или музыку, то есть я считаю, что из любого, даже самого тяжелого времени надо извлекать что-то положительное, вот в этом я вижу положительные эффекты пандемии. Как вы считаете вот эта ситуация, вообще локдауна, пандемия, если сказать, вот срезюмировать вот в целом на мир искусства, как это повлияло? Я думаю, что многие артисты просто должны были задуматься в этой ситуации о том, как эфемерно, эфемерно как раз, эфемерен тот успех, который они выстроили, да, и люди, условно говоря, привыкли калькулировать на будущее, на два-три года вперед гонорары и жить по принципу, ну, я заработаю в следующем сезоне вот столько, а в следующем сезоне еще больше, да, вдруг оказалось, что это очень эфемерный успех, что вдруг куда-то все гонорары исчезли, потому что исчезли просто возможности выходить на сцену. Не у всех, я повторяю. Я думаю, что это повлияло именно так. люди стали понимать, что все, что вчера оказалось незыблемым, и вот это вот понятие самоуспех, да, выстроенной карьеры, оно превратилось в пыль в один момент, и я думаю, что не у всех, но у многих это должно вызвать какие-то, какое-то желание подумать и что-то, что-то поменять в этой жизни, как минимум, ну, не знаю, не знаю, что и кто, не буду уже фантазировать, но мне кажется, вот это ощущение того, что вчера еще казалось невозможно, что ничто не может руинировать эту ситуацию, да, оказалось руинированным просто в один день, ну, уж в один месяц точно. Я думаю, что мир классической музыки, особенно мир оперы, мир искусства, в последние годы он немножко так нагло жил с ощущением, что он знает, что с ним будет через два, через три года, да, и контракты бесконечные, и давай, давай, скорее, скорее заключай, давай скорее уже заключим и на три года вперед, да, чтобы потом сидеть и спокойно, что у нас все есть, и это, кстати, результаты того, о чем вы говорили, менеджерской диктатуры, которая приводит к тому, что заключенные три года назад контракты, они потом оборачиваются тем, что, выполняя эти контракты, на сцену выходят певцы, например, которые уже плохо поют, потому что за три года с певцом может произойти что угодно, или музыканты могут что-то повредить и стать, что-то изменить в физиологии и плохо начать играть, ну, то есть, на самом деле, это был такой, ну, что ли, вызов богу, да, а вот как раз эта история показала, что нужно быть чуть-чуть в своих желаниях и стремлениях подписать на три года вперед хорошие контракты, быть чуть-чуть умереннее. И менеджеры-то в этот момент должны прекрасно понимать, что они, так сказать, первые погорели, потому что их артисты, которых они пристроили на три года вперед и выкрутили руки театрам на то, чтобы им выплачивали какие-нибудь увеличенные гонорары, а они уже калькулировали свои проценты, там, 10, 12, 15, то сколько смог из артиста вытянуть. Ну, вот они-то, они-то сейчас сидят на бабах, да, потому что просто нет возможности никого никуда продать. Я бы хотел увидеть ситуацию, когда меньше звезд распиаренных, больше молодых артистов, потому что это хороший шанс, вот это финансовые нынче проблемы, да, в Париже 25% уже дефицит бюджета, вот финансовые проблемы это хороший повод дать слово молодым и попробовать каких-то новых артистов, потому что, ну, мы сегодня заложники этого рынка, где нам все время подсовывают одних и тех же людей, а поскольку трансляции тоже хотят привлечь больше публики, больше зрителей, то мы опять видим одних и тех же певцов и полное ощущение, что других не существует. Но сегодня мир велик, есть огромное количество музыкантов, огромное количество певцов, которым как минимум дать реализоваться, да, и, возможно, они завтра уже будут этими звездами, которые сегодня просто в силу своей жадности, в силу вот именно того, что менеджеры или директоры театров сделали ставку на них, на продаваемость, на популярность, на привлекабельность, если можно так сказать. А вот те, кто, может быть, сегодня не популярен, но ему дадут шанс сказать свое слово в искусстве, он завтра будет популярен не менее. Спасибо, Вадим. У меня последний вопрос. Что вы можете пожелать своим поклонникам? Моим поклонникам? Думаете, у меня есть поклонники? Ну почему? У меня есть подписчики. А, ну подписчика. Мои прекрасные подписчики, умные, мыслящие, я их очень люблю, потому что всегда приятно ощущать, что не все люди поддаются этому коллективному бессознательному, который сегодня опустился как черное облако на мир искусства. Я всем желаю сейчас это самое модное пожелание, быть здоровыми, потому что, несмотря ни на что, вирус еще окончательно не побежден, и я думаю, что важно все равно соблюдать социальные нормы, не слушайте Анну Нетребко, слушайте меня, я все равно в общественном пространстве хожу в маске, хотя я привитый, у меня очень высокий коэффициент полезности создания антител, я все равно хожу в маске и считаю, что это правильно и что это хорошо, и вообще учитесь у японцев, которые всю жизнь ходят в масках в общественных местах, это делает вас здоровее. Второе, что я хочу пожелать, что не страдайте, все вернется, и музыка, и опера, и вы все еще успеете, и вы все еще наверстаете, и будет много еще прекрасных концертов, спектаклей, этот мир никогда не затормозит, и никакая пандемия не в состоянии, никакой локдаун годовой не в состоянии его затормозить, он будет, мир искусства, мир музыки, он будет все равно двигаться куда-то вперед, мы не знаем куда, знаете, я хочу нам всем пожелать, и себе, и вам, чтобы наконец и в опере, и в музыке, да и в других искусствах, и в танце появились люди, которые придумают что-то новое, потому что мы, скажем честно, за последние сто лет искусство освободилось от канонов, которые давлели над ним многие сотни лет, искусство пустилось во все тяжкие, и в результате давно выбрало все ресурсы, все виды искусства, и мне кажется, что если сейчас родится человек, который придумает, куда двинуть сочинение новой музыки, создание какого-то нового типа оперного спектакля, какой-то абсолютно новый пластический язык, революционный, как когда-то придумала, не знаю, какая-нибудь Сидора Дункан, да, то мы все от этого выиграем, чтобы это произошло, искусство должно двигаться вперед, оно должно развиваться, оно не может тормозиться на одних и тех же артистах, которых кто-то назначил главными звездами, и поэтому нам с вами каждый день предлагают в меню именно этих артистов, искусство должно развиваться, искусство не может стоять на месте, и когда появится нечто новое, мы все вздохнем с облегчением, потому что сегодня мы все подустали и от этой формы галоконцертов, и от этой зачастую неталантливой оперной режиссуры, в общем, короче, я хочу всем нам пожелать, чтобы наконец в искусстве родилось что-то новое. Огромное спасибо, Вадим, за такую... Спасибо вам. Спасибо. Вот мы и познакомились с честным музыкальным критиком Вадимом Журавлевым. Надеюсь, что вам понравилось и вы открыли для себя очень многое. Пишите в своих комментариях свои впечатления, а я буду на них отвечать. Подписывайтесь на наши соцсети и мой YouTube-канал. С вами была Светлана и мои арт-диалоги. Пока! Я совершенно заболтался и на вас, наверное, есть еще вопрос. На Западе нельзя говорить плохо, иначе ты будешь чужим. Если вам неинтересно, я же никого не заставляю, и денег не беру, и это тоже неинтересно. Невозможно никого ни в чем уберить, и зачем я буду тратить на это силы, абсолютно. Я думаю, это хороший урок всем, кто взорвался. Светлана